История в лицах Мы решили взять для разговора фигуру, которая, мне кажется, не только два часа, нам бы и нескольких часов не хватило, чтобы обсудить все проблемы, а именно мы хотим поговорить о Петре Первом Хорошая, по-моему, идея пришла нам в голову Вы знаете, прежде чем мы начнем нашу программу, я хочу, вот мы с Ириной Дмитриевной пообщались перед началом, и я хочу сделать вот что Сегодня произошла очень драматическая вещь, драматическое событие Сегодня на радиостанции «Эхо Москвы» была тяжело ранена ножом наша коллега и добрая приятельница Татьяна Фельгенгауэр, ведущая, журналистка, ведущая радиостанции Вот, и просто мы выражаем, я это делаю от себя, наверное, Ира сейчас от себя скажет Выражаем просто глубокое соболезнование, соболезнование не то слово, идиотское, нет, не то слово Сочувствие, глубочайшие дружеские чувства, любовь, поддержка, уверенность в том, что все будет хорошо Танечка, извини, дорогая, не знаю, сейчас слышишь ты, нет, от волнения что-то даже слова путать Да, ну, в общем, Татьяна, мы очень надеемся, что все будет хорошо, в том смысле, что ты поправишься, да, и мы снова сможем и общаться и по работе, и не только, и просто так Но я бы просто хотела сказать, что это вопиющие случаи, которые, что бы то ни было, маньяк ли это или нет, но это говорит о многом о той агрессии, которая в обществе появилась у нас и разрослась И во многом, я бы сказала, спровоцирована, и вот теперь мы все время получаем какие-то страшные примеры вот таких низовых безумных инициатив Мне кажется, это еще очередной повод подумать о том, может ли, об ответственности власти за многие свои действия, да, о том, как власть взаимодействует с обществом И любые попытки возбуждать низменные чувства всегда заканчиваются трагедиями, и ситуация выходит из-под контроля Вот моя позиция по вот этой страшной истории, она вот такова Я разделяю позицию Ирины Дмитриевны здесь, судя по тому, вот если речь идет об этом преступнике, который пойман, уже там в сети распространена эта штучка с его какими-то словами, которыми он отвечает на вопрос следователя Какой-то видеоматериал, и, конечно, производит впечатление маньяка сексуальными отклонениями, возможно, так оно и есть Ну, знаете, я хочу сказать, что вот когда идет постоянное возбуждение, как раз люди нестойкие, они и возбуждаются Потому что если разговор всегда идет о какой-то толерантности, о взаимной любви, дружбе и так далее, то вообще таких эксцессов значительно меньше бывает Поэтому, кто бы ни был этот человек, даже если он несчастный, больной человек, тем не менее, тем не менее Знаете, это же известно, что безумцы в разные эпохи болеют как бы по-разному, да? Вот сейчас вряд ли кто-то себя мнит Наполеоном, а, скажем, в 19 веке это было сплошь и рядом Поэтому безумие, оно тоже социально и определенным образом всегда многое говорит о самой эпохе Во имя чего люди начинают резать, убивать или, да, совершать какие-то действия, да, вандалистского характера Несомненно, ну, завершая тему, еще раз, Таня, дорогая, здоровье, все, красавица, умница, здоровье, все будет, все будет хорошо, мы уверены Ну что, мы, во-первых, напомним, да, суть нашего проекта, так на всякий случай, да, разок, раз в два часа мы можем это сделать Напомните, Елена, суть проекта Хорошо, значит, ну, все-таки, да, цель программы «История в лицах», напоминаем, что это программа просветительская, которая направлена на развенчание стереотипов об исторических фигурах и событиях А также мы надеемся на пересмотр репутации героев прошлого Это также и попытка посмотреть на них из дня сегодняшнего, возможно, провести параллели и, возможно, сделать новые открытия Но вот вопрос о том, можно ли сделать новые открытия в связи с такой фигурой, как Петр Первый Но мы попытаемся с Николаем Карловичем как-то, может быть, осветить какие-то стороны его деятельности, которые, может быть, покажутся необычными, новыми Или, во всяком случае, да, не всегда вами предполагаемы Сначала напомним вам, хорошо, видимо, вам известные номера наших телефонов, вернее, номер для ваших СМС Плюс 7903-797-63-33 Плюс 7903-797-63-33 Присылайте, пожалуйста, нам ваши вопросы, замечания и прочее, прочее, прочее Значит, итак, начинаем вечер наш Петр Первый Да, просто я хотела сказать, что во многом отчасти вот наш разговор навеян только что вышедшей книгой Евгения Анисима Очень известного историка, он историк 18 века И всю жизнь занимается Петром Первым И вот он выпустил книгу, которая называется «Петр Первый. Благо или зло для России?» с вопросительным знаком Где, собственно говоря, да, он представляет на равных основаниях две точки зрения на Петра Значит, один вымышленный персонаж говорит, что он сторонник, а другой как бы критик Петра И вот здесь начинается такой долгий, бесконечный спор И мне кажется, эта книга очень важна тем, что она нам показывает сложность, неоднозначность фигуры Петра Первого О чем, как правило, вообще редко ведутся беседы Либо его демонизируют, либо его обожествляют У нас в стране вот как бы радикальная культура, у нас всегда обязательно либо уж утопят совершенно, либо вознесут на пьедестал Ну так с многими Я вам должен сказать, что так же с Иваном Грозным, да, есть его фанаты А есть в значительном количестве его совсем прям не фанаты, к числу которых мы с вами принадлежим Ну да С Петром ситуация несколько иная Тоже вызывает противоречивые чувства, но я бы сказал, не столь полярные, может быть Потому что нет к нему такой... Хотя, вы знаете, вот сам себя поправлю Я знаю людей, которые ненавидят Петра В частности, они принадлежат, кстати, к русской православной церкви, между прочим Но мы, я думаю, да, это не зря, потому что история церкви при Петре это особая история, я думаю, мы об этом поговорим Но я бы хотела сказать следующее Мне кажется, вот неувядающий культ Петра, все-таки в большинстве части населения Связан с тем, о чем, кстати, Евгений Несимпейсов, что он угодил всем Он угодил западникам, потому что действительно... Оконологии в его попу Да Он угодил патриотам, потому что это великая империя И при нем, собственно, Россия становится... У меня есть палка, и я вам всем отец, как писал Алексей Александрович Толстой Да, то есть, на самом деле, он действительно вывел Россию, так сказать, вот на такую международную арену Нет, но в то же время палка И палка, да Те, кто любит порядок, значит, вот, пожалуйста, вам, жесткая организация Те, кто монархисты, да, ну, действительно, Петр Первый, это такой, в общем, самодержец И он установил... Первый русский империалист Первый русский империалист в прямом смысле при нем империя зародилась Совершенно верно, и он зародил эту традицию самодержавия, которая, собственно, до 17-го года просуществовала Да и после 17-го в некотором смысле Да до сих пор Да до сих пор И до сих пор эта традиция очень жива Так что, куда ни глянь, в общем, Петр Первый оказался такой вот кроегольным камнем современной России И многих ее представителей Но вот, может быть, мы попробуем послушать двух экспертов наших, да? Первый у нас Александр Борисович Каменский, если не ошибаюсь, да? Да, это историк, руководитель Школы Исторических Наук Высшей Школы Экономики Очевидно, что речь идет о чрезвычайно необычной масштабной личности И я не могу сказать, что мое личное отношение, сколько-нибудь однозначное Оно достаточно противоречивое, поскольку и речь идет о противоречивой достаточно личности То человеке, который сыграл колоссальную роль в российской истории То это был человек очень необычный Его роль значительно выходит за рамки, собственно, той эпохи, в которой он жил Поскольку его правление, то, что мы называем Петровскими преобразованиями В сущности задало вектор развития России на все последующее время И теперь второй наш эксперт Игорь Владимирович Курукин Историк, специалист в области социально-политической истории В России монарх, что в 20 веке, что в 16 веке Это роль весьма и весьма определяющая Первое лицо в государстве у нас действительно очень много определяет Ну, такова уж российская традиция Россия стала, ну, то, что называется великой державой Да, одним из игроков большой политики Вот это бремя с тех пор, как оно при Петре возникло Вот оно и существует по сей день Специфика модернизации российской, да Которая происходит в значительной степени сверху И по инициативе самой власти Ну, вот эта традиция тоже Петровская И она благополучно дожила до нашего времени Ну, вот и как там и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник, да? Ну, да Писал Александр Сергеевич Пушкин Который, кстати, не стал бы Да и вообще не было бы у нас великого русского поэта нашего всего Александра Сергеевича Пушкина Как известно, если бы не Петр Первый Который где-то углядел рабчонка Притащил его в Россию И он стал, значит, арапом Петра Великого и предком Пушкина Ну, за это можно многое простить Только за это Петру Алексеевичу Хотя бы за это, да, можно сказать спасибо Но, тем не менее, великий наш поэт Потом все-таки написал «Медный всадник», где уже в зрелые годы Где все-таки посмотрел направление Петра В общем, достаточно, я бы сказала, критически и во многом скептически Ужо тебе, но это ведь не от себя он говорит Это он говорит от лица своего лирического героя Как сейчас принято говорить Ну, это верно, но, тем не менее, как раз, мне кажется, Пушкин, один из первых Очень серьезно поставил вопрос об этой неоднозначности Петра И отдавая до него величию, да, так сказать, действительно Это фигура уникальная во многом И не только для России, но и вообще для европейских монархов С другой стороны, вот этот разговор о том Что такое модернизация по-русски А именно, что такое модернизация по-петровски Совершенно верно Это разговор о величии империи против человека Слово «маленький человек» терпеть не могу, да, но против, собственно, гражданина Вот вопрос величия за счет чего, да, и что становится, закладывается в основы этого величия Вот мне кажется, вот здесь и есть такая болевая точка модернизации, которую осуществил Петр Первый Или можно по-другому поставить этот вопрос Реформы каким образом? Он же реформатор, несомненно Да, несомненно, несомненно Но реформы каким образом? Вот гениальный русский историк Василий Осипович Ключевский Которого мы сегодня, я думаю, будем цитировать неоднократно Он целый том своих исторических сочинений посвятил Петру Первому Он заметил в том числе, а он был очень точный такой исторический психолог И он заметил главная мысль Петра о необходимости и всемогуществе властного принуждения Палкой, палкой реформировал Россию Петр Кому-то нравится, хорошо ли это, плохо ли это, но это было так Вообще, на самом деле, Россия, которую всегда реформировали палкой в конечном счете Это, конечно, вот когда Пушкин говорит, обращается к Санкт-Петербургу Люблю тебя, Петра, творение Это можно обратить ко всей России Россия, творение Петра в значительной степени Это верно, да, и здесь вот вопрос, как мы оцениваем это наследие Понимаете, можно бесконечно либо наводить лакировку и рассказывать, что А вот другого нету и не может быть Мы можем посмотреть на целый ряд процессов и реформ Петра Насколько это было действительно обосновано То, что реформы были нужны, ни у кого не вызывало сомнений, кстати, и у самих современников Было ощущение, кстати, еще и отца Петра Первого, да, в общем, как-то реформы Алексея Михайловича Алексея Михайловича реформы начинались, да, потому что было очевидно, что в России нужно делать целый ряд реформ Для того, чтобы не остаться в совершенно, так сказать, маргинальном положении по отношению к другим европейским странам Но вот вопрос я просто приведу из книги Евгения Анисимова просто один пример Вот вся эта замечательная реформа К чему привела? Комплекс реформ Комплекс реформ совершенно различных И военная реформа, и, значит, война со Шведом Государственная административная Северная война Строительство, значит, стройки Азова, Таганрога, Петербурга, каналов и крепостей Значит, 20-летняя эта Северная война, значит, потеряли около полумиллиона человек А боевые потери при этом составили всего лишь 20% от этой цифры Что такое полумиллионных человек? Ну, нам кажется, после 27, там, а то и 30 миллионов погибших второй войны Ну, подумаешь, да? Ну, в России тогда было порядка 12 миллионов населения 12 миллионов населения Теперь тогда посмотрите, процент людей, которые погиб вот на всех этих стройках века Вот вопрос, который меня всегда в этой ситуации беспокоит Почему-то мы вот эту сторону всегда отводим на задний план и говорим Ну, а как можно было по-другому? Для меня совершенно не очевидно, что нельзя... Абсолютно нельзя было бы проводить целый ряд реформ по-другому, а не таким откровенным насилием Понимаете, я хочу привести просто пример замечательной статьи Ханны Арендт Известной немецкого философа, которая бежала в свое время из нацистской Германии И после войны уже в 60-е годы она написала такую небольшую работу о насилии Она переведена на русский язык Где она вот после всех, так сказать, страшных катастроф 20 века Очень четко поставила вопрос, который до нее, кажется, так не ставился Почему мы считаем, что государство и насилие, да, это знак равенства можно ними ставить? Ничего подобного, она говорит Есть авторитет, государство должен быть авторитет Принуждение, ну, предположим, мы заставляем детей ходить в школы В каком-то смысле это принуждение Но насилие, это совершенно другое, это противоположная идея государственности Там, где насилие торжествует и становится инструментом управления Там государство разрушается И мне кажется, она во многом права Потому что вот это бесконтрольное насилие Когда пытаются через колено переломить сложившийся уклад жизни На протяжении нескольких веков, который существовал Это потом рикошетом, да, обратно воздается сторица И очень многие реформы либо не получаются Либо дают обратный эффект Либо потом происходит целый ряд последствий печальных Которые нам приходится расхлебывать И я не хочу никак преуменьшать значение Петра Он действительно великая фигура И в страшном, и в великом И, так сказать, в позитиве Но вот эту сторону мне хотелось бы подчеркнуть Ну, например, ну давайте какую-нибудь возьмем одну из реформ Ну вот вы начали с церкви, собственно говоря Ну, церковь, церковь, это... Что касается, кстати, высказывания Ханара В данном случае, перед которой я преклоняюсь Она великий человек И одна из крупнейших мыслителей и гуманистов, конечно, второй половины XX века, несомненно Но я бы сказал, в данном случае несколько идеалистическое высказывание Потому что, конечно, на мой взгляд, государство без насилия Это просто не государство Ну, вот она различает, она предлагает не делать накравенство между, скажем, даже авторитетом власти Принуждением и насилием Это разные функции Принуждение это, например, государство требует следовать законам и следит за этим И наказывает за их невыполнение Да, это нормальная система принуждения людей Вот, как бы, да, сложившись В общественных интересах Насилие, и она, понятно, что пример и сталинских лагерей, и фашистской Германии Насилие это разрушение всех законов Это, собственно, страшная тирания без конца и без края Беззаконие Где властная верхушка, да, делает, что хочет И вообще там уже закон прекращает свое действие Вот, мне кажется, она очень тонко уловила этот момент разницы И вот вопрос принуждения или насилия в связи с Петром Мне кажется, очень важный момент И то, что он применял насилие в огромном количестве случаев Не всегда, как мне представляется, шло на пользу самому государству Соглашусь, соглашусь Петр, вообще Петр ввел закон как таковой в России Ведь Петр, чем он интересен? Петр западник, да? Петр как западник Петр не как самодержец с палкой, а как западник Хотя в нем это было слитно, едино Одно от другого не отделить Он ненавидел старую Россию Московское царство Ненавидел всеми фибрами души Ему досталось Это знаменитая история со стрелецким бунтом 1682 года Когда он чуть не погиб Когда убивали Когда, ну, он был сыном Натальи Кирилловны Нарышкиной Второй жены Алексея Михайловича, царя И возникло после смерти царя Возник конфликт между родней, родом, кланом его первой жены Милославской Между Милославскими и Нарышкиными И победили в какой-то момент достаточно отчетливо Милославские И стали убивать Нарышкиных Да, он вынужден был бежать Он вынужден был бежать Для мальчишки все эти ужасы Кровь Когда там боярина Матвеева, кстати Такого человека под тем временам западной ориентации Таким европейским образом жизни Но это не важно Хотя это важно Потому что во многом из его дома вышла Нарышкина Мать, мать Наталья, мать Петра И Петр с молоком матери впитал вот эту немножко западную Хотя бы бытовую ориентацию Любовь к западным предметам Любовь к западному быту городскому Это было Вот когда на его глазах этого боярина Матвеева Вытаскивали из покоев И бросали на бердыши стрелецкие На толпу, которая разорвала его на части Он-то наблюдал Он сбежал Он плакал Он чувствовал свое бессилие В общем, в каком-то смысле он был очень глубоко травмированный человек Вот этими страшными распрями внутри Дворцовыми И это наложило, и, кстати, Евгений Анисимов Вот, да, в книжке Петра Первого Он об этом пишет Что это наложило отпечаток на всю последующую жизнь И очень многое Вы правильно сказали Вот эта ненависть к старине Ненависть к Москве К московскому царству И, кстати, городу Москве Поэтому, кстати, между прочим Памятник Цератели в Москве Он ужасен он в окрестной мгле Не только потому, что он сам по себе ужасен И велик, неимоверно И не отвечает Лично моим, и не только представлениям И прекрасным Но в Москве Это оскорбление Петру Петр ненавидел Москву Он уехал, чтобы построить город на болотах Только чтобы из Москвы подальше Вот как сестры чеховские говорили В Москву, в Москву Вот Петр говорил Из Москвы подальше Но, как вы видите От старины ему не удалось убежать Все равно памятник поставили в Москве Это к вопросу Не надо через колено традиции ломать Ну что ж ты будешь здесь действительно Слушайте, мы знаем, что ведь Прежде чем построить На болотах город У него же была одна из идей Сделать столицу на юге На Азове И я до сих пор переживаю, что он это не сделал Хорошая была бы мысль Представьте, как все-таки по-другому Мило, как мило было бы Совершенно вот эта идея южной столицы Я думаю, что и нравы были бы помягче Знаете, Ира, я хочу еще больше, так сказать Вызвать слюноотделение у наших уважаемых слушателей Потому что вообще на протяжении Нескольких поколений наших государственных деятелей И государей Была идея все-таки Столица-то перенести в город Константинополь Была такая, да А это было бы совсем красиво Для этого, правда, должен был пустячок завоевать Турцию Но где наша, так сказать, не пропадала Ну, что же нам стоит, да Мы же всю жизнь завоевываем что-нибудь Но вот идея, конечно, южной столицы Она вот не осуществилась А очень жаль, как история может пойти по-другому Совершенно реши, Петр Делать это в тепле, а не на болотах Дорогие друзья, перерыв на новости Потом еще поговорим с вами детально о Петре Первом История в лицах История в лицах Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья Ирина Прохорова и я, Николай Сванидзе Мы сегодня говорим о Петре Первом Я напоминаю номер для ваших СМС Плюс 7903-797-63-33 Так вот, Петр Алексеевич Поговорим немножко о нем Просто вспомним, что называется Старшего товарища Покойного Вот, кстати, простите, вот топ-что, да Был разговор, там, об очередных увеличения штрафом В пьяном виде и так далее Бесконечно уголовный Вот это типичная традиция насилия Когда все социальные проблемы решаются Исключительно тюрягой через колено Да, вот это наследие Петра С желанием облагодетельствовать народ Абсолютно точно Но облагодетельствовать силком Потому что народ глуп Якобы, да Народ сам не поймет Его нужно бить палкой И тогда он через некоторое время Начнет говорить спасибо Ну да, это как раз Точка зрения Петра Первого Это абсолютная точка зрения Петра Первого Хотя, как мы знаем То самое смутное время Как раз народ, да Самоорганизовался Выгнал захватчиков Но это было за сто лет все-таки Да, но уже вот забыли И более того Ведь это известно, что Добровольно собирали дополнительные налоги Чтобы поддержать царствующий дом Который только тогда вставал на ноги И так поддержали государственности И вот этот народ Да, и кстати Петр Первый Когда был против земских соборов И вообще представительства народных Он говорил, что крестьян умных Из крестьян умных людей нет Да Это вот классическая, мне кажется Тоже традиция Которая теперь у нас идет бесконечно Что народ у нас глуп И своего не может ничего сам делать Такое странное сочетание Такого вроде бы демократизма Петра Ну вот это он же не был белоручкой уж совсем Все умел делать своими руками Все пробовал на зуб Был там 16 или 17 ремеслом Мастерски обучен Настолько, что просто владел, мог преподавать Ну гениальный человек И в то же время Абсолютное презрение к народу Такое глубоко аристократическое У этого человека Плотника, столера Слесаря, кого угодно Корабельщика В презрении к трудовому человеку Вот как это сочеталось Это поразительный, конечно, психологический феномен В одной голове Знаете, ну вот мне кажется Там ведь проблемы действительно В его ранней биографии Поскольку он бежал из Кремля И фактически Он не был обучен быть царем Это верно Евгений Анисимов хорошо пишет Вот в книжке Петра Первой Благолезлюда России Как говорили, что он был Испражнен из Кремля А значит По идее Ведь наследников Всегда учили Управлять государством Специфику Как там С разными сословиями Общаться И все прочее Да, Кремль был Тогда такой церемониальной Очень сложная Система символических ходов И так далее Что Петр ненавидел Но с другой стороны Если мы посмотрим На ту же Европу Чуть позже А что при Людовике XIV Меньше церемониала было Это была такая наука Придворной жизни И короля специально готовили Как управлять Таким сложным многообразием Поэтому мне кажется Вот этот утопизм Петра Во многом И очень печальные последствия Царствования Были связаны с тем Что ему казалось Довольно простодушно Вот он поехал в Амстердам Увидел там другие страны Вот вы сказали Извините, перебиваю Вы сказали про печальные последствия Его царствования Это уже определенная точка зрения На это что-то есть разные позиции Да, но я имею ввиду Что как бы Представление о том Что ничего не делалось Все эта страшная старина Что народ ни к чему не готов Во многом Я думаю Было помимо травм Еще связано с непониманием Как работают Сложившиеся механизмы управления И неверие в эти механизмы И неверие в эти механизмы Глубочайшие Именно И я думаю Что как бы Так сказать Вот эти точки роста И возможности Игнорировались И во многом Но с другой стороны Не будем называть простого Помимо всего прочего У Петра был Особенно главный момент Он был Не просто самодержец Он был тираном И его главная задача была Он считал может быть Что это во благо страны Он укреплял систему Единоличной власти Безграничной Своей Безграничной И я думаю Что вот надо смотреть На многие реформы Именно с этой точки зрения Потому что при всех Его заимствованиях Да От сушеных крокодилов Которые он возил До изменения Вообще системы управления Которая была взята Из европейской традиции Камерализма О чем мы еще поговорим Все подлаживалось На самом деле Не под специфику Народной жизни А под необходимость Быть абсолютно Не подконтрольной Никому Под его представление Абсолютной власти Принцип абсолютной власти Вот это мне кажется Очень важный момент Несомненно Петр Вернемся к его К его биографии Которая конечно Мимо которой пройти Невозможно Он действительно Сбежал из Москвы И ненавидел Москву Он ненавидел Знаете Вот Москва же отличается От Питера Вернее Питер от Москвы Питер это город Петра Он его назвал В честь своего святого Не в честь себя Любимого конечно А в честь своего святого Петра И он ведь как построен Это же европейский город Москва С ее закоулками С ее тупичками Представляете Тогда Мы же Дорогие друзья Представьте себе Попробуйте представить себе Москву Конца 17 века Эту действительно Огромную деревню Темную Мрачную Грязную Наполненную Всевозможными Разбойниками И татями И бандитами В которой постоянно В каждом темном углу Грабеж А все углы темные В которой некуда деваться В которой не ясно Как куда пройти Очень трудно сориентироваться Потому что все Улички кривые Узкие Кончаются тупиками Черт его знает И когда Петр построил Питер Санкт-Петербург Он построил его Европейским городом С прямыми Прорезанными Широкими Дорогами Которые все Идут от центра Которые все Ясные Без всяких Кривых улочек Он может быть Менее уютен Но он Но он Прям Строен И прекрасен Я хочу заметить Что как раз Европейцы Когда приехали В только что Отстроенный Петербург Были сильно изумлены Потому что на самом деле Европейский город Никогда таким не был Вот как раз Старые европейские города Если кто путешествовал Видел Это как раз тоже были Кривые улочки Ну разумеется Очень вот это пространство Они же строились Постепенно Естественно Питер Это был построен В одночасье Это как раз Был утопический план Это были Идеальные города Которые в основном Были пока на картинках Город будущего Город будущего И на самом деле Эти огромные проспекты Были совершенно Не характерны Для европейской И Амстердам На который он Ориентировался Амстердам Если кто там был Там эти маленькие Чудесные улочки И на самом деле Париж Который значительно позже Стал более регулярным городом Но это уже было в 19 веке И прокладывались Эти проспекты Все равно Ни в какое сравнение С Питером Так что Питер В каком-то смысле Типично русский город Знаете чем он европейский? Он каменный Он еще каменный Русские города деревянные То есть это как бы Это представление Петра Об идеальной Европе Ну да Я бы сказала Но типично российское сознание Вообще Петр был конечно По моему По своему мировоззрению Ну по вере Он был православный человек И никогда свои веры не менял Хотя у него было такое странное Может быть поговорим об этом успеем Но это важно Отношение к церкви К религии К православию Но по своему отношению к жизни Он был скорее протестантом Вот он усвоил Это протестантское отношение К труду Вот эту трудовую этику Ему нравилось Что все люди делают Своими руками Он все пробовал делать сам Он Как писал Ключевский Он искал на Западе Не цивилизации А техники И это до сих пор так Нам все время кажется До сих пор Что если мы возьмем Украдем у Запада Или воспримем Патенты Вот как такую-то штучку делать Как делать пулемет Как делать мобильный телефон Вот тут-то мы станем Как они Они за это время Уходят вперед Потому что у них Другая система Организации общества И ее Петр Не воспринимал Не хотел воспринимать Потому что Европа Времен начала 18 века Это уже Европа Особенно Северная Европа Которую так любил Петр Он любил Голландию Он любил Англию Это уже Европа С могучими Представительными институтами С могучими парламентами А этого Петр не понимал Я должен сказать Не только не понимал Он просто не принимал Не принимал И он Глядя на Англию Которая ему очень нравилась И на Голландию И порицая Что у нас там В стране не так Он при этом Все равно говорил Что вот Никакого парламента Нам не надо Но надо знать Кем управляешь Совершенно верно То есть При этом мы понимаем Что вся его реформа Управления Была взята Так сказать Из такой вот Этой теории Камерализма Камералистского государства Которая Развивалась В течение 17 века В небольших немецких Княжествах Но это было Фактически Принцип Современного Бюрократического Государства Когда были определенные ведомства Которые отвечали За определенные Секторы социальной жизни С четкой регламентацией Разделение функций И так далее Петру это очень нравилось И он это сделал С фанатизмом А во главе А во главе он Во главе естественно он И как пишет Анисимов Что он часами мог Просиживать Писал регламенты Для каждого ведомства И в этом смысле Это потрясающе Он расписал все Вплоть до того Что там например В адмиралдейском ведомстве Если чиновники По уставу Не ходили в туалет А бегали до ветра Их могли там Арестовать Или еще что-то И единственное Чего он не сделал Как хорошо пишет Анисимов Он не прописал Функции Собственно Свои Где Качается его Собственная Так сказать Да Полномочия И что должно быть Делегировано Этим министерством И получалось Что он создал Вот как бы Идеальное государство Которое Централизованно Охватывает всю страну И по логике Должно работать Но при этом Себя-то Да Он не включил В эту историю И получилось Значит по принципу Хотели как лучше Получилось как всегда Вы знаете Он Значит выиграл Северную войну Шведов Страшно начатую Битвой Под Нарвой Где он потерял Тысячи солдат Весь генералитет Знамена были взяты В плен 18-летним мальчишкой Шведским королем Карлом XII После этого Он стал Он Стал переливать Колокола церковные На пушки Он создал армию Он выиграл Битву под Полтавой За что шведы До сих пор Его обожают Потому что Он Считает что он Лишил их Имперских иллюзий И сделал из них В результате Нормальное государство Мы бы Говорят так И спали бы И видели себя Империей Кстати есть прекрасная Книжка Петра Энглунда Полтава Для одной армии Где он собственно И описывает Глубоко благодарны Петру Мы говорят Век Маялись Маялись А потом поняли Что мы не империя Как же мы благодарны Петру За болтавскую битву Потому что создали Правильную систему управления И без амбиции Да А империей стала Россия Благодаря Петру Вот он создал армию Которая к его Значит В начале его правления Была 1045 примерно В конце его правления За 300 тысяч Мощная европейская армия Мощная европейская империя Держава Он построил промышленность русскую Он изменил календарь Дорогие друзья Он изменил календарь Мы к началу Петра Значит Вели счет От сотворения мира А он велел От Рождества Христова Как сейчас Мы считали Начало года С 1 сентября А он велел С 1 января Мы вообще живем по Петру Он велел Повелел Женщин вводить Так сказать В мир В свет Женщина нельзя Русская женщина Не сидела вместе Вместе с мужчинами Там не знаю В гостях Как мы сейчас бы сказали Слушайте Ну вот как раз Мне кажется Очень интересная Контрреплика У Евгения Невсимова В разделе Там где Недоброжелатель Петра Говорит о том Что на самом деле Что касается русской женщины Что она в общем Нигде нигде присутствовала Что это тоже иллюзия Но она в семье влияла Ну конечно На самом деле Я к сожалению Сейчас не найду Так же как кавказская женщина Которая вроде бы Не сидит с мужиками Но она командует в семье Нет Как раз там Петр писал Когда всякие регламенты И значит Руководство для благородных девиц Я к сожалению Сейчас не могу найти Эту потрясающую цитату А да 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 Он писал Он писал о том Что значит Не подлежит благородной девице Как они развращены Как они развращены Не сидеть на коленях у мужиков Чтобы тебя тискали В углы таскали И долго-долго описывает Выясняет Как стерва Как стерва Как стерва какая И так далее И что и пить наравне с мужиками И так далее То есть получается Он же описывал практику Это означает Что русская женщина В общем не сидела Где-то там В общем Вела себя достаточно отвязно Вполне отвязно Поэтому разговор о том Что в ассамблее Но он это легитимизировал Но имеется ввиду Что нравы На практике Несколько были другие Нежели нам рассказывают Как в идеальном домострое Да конечно Да конечно Мы знаем Что как раз Система запретительных законов Которая постоянная Говорит о том Что они не работали И через эти запретительные законы Легче понять Как на самом деле Устроена была Вот такая бытовая практика Кстати Насчет бытовой практики Отдельно его Как сейчас говорят Пунктик Был связан с одеждой И вообще с внешним видом Его это резание бород По европейскому образцу Знаете что Он же не просто резал бороды Он брал налог за бороды Он требовал Чтобы носитель бороды Одевался не так Как человек без бородой Он Костюмы Отдельно Он же К этим костюмам Представал просто Как банный лист Иноземное платье Все должны были носить Значит в 1700 году Он издал указ Что по венгерскому образцу В 1701 по немецкому образцу Значит всего у него было 17 указов у Петра О том в каком платье Людям ходить Вы представляете Насколько Насколько он Подробно Вообще хотел Как госплан Советского Союза Который Который распланировал Все вплоть до последней Пары колготок И до коробки спичек Это все конечно Замечательно С другой стороны Он породил тот эффект Нет это не замечательно Это ужасно Нет Я с некоторой иронией Говорила об этом Дело в том Что вот С одной стороны Да нам все время Показывали Петра Вот он и плотник И работник И он поднимал снизу Так сказать Талантливых людей Это все так Но если мы посмотрим На системном уровне То что он сделал Фактически Он и разделил общество Выс Так сказать Вот эту элиту Новую Взращивая Фактически оторвал ее Я не хочу Как славянофил звучать Я больше Как ценитель Западных каких-то историй Но тем не менее Кстати между прочим Благодаря Петру И появились славянофилы И западники Потому что Именно отношение к Петру Разделило Скажем так Интеллектуалов российских Я бы сказала И западники Славянофилы Это все равно порождение Петровской эпохи Это дворянская культура Так сказать Привилегированная Интеллектуальная культура Которая вот Не только за счет Одежды Но и языка И все прочее Фактически Разорвало связи Между разными Социальными слоями Продолжим разговор О Петре Первом После небольшого перерыва Дорогие друзья История в лицах История в лицах Дорогие друзья Напоминаем наш телефон Плюс 7903-797-6333 Вы тут нам что-то пишете В том числе Достаточно интересное А вот можно я отвечу Значит Вот тут сообщение есть От Юрия А что в Европе В то время не было насилия А не больше насилия К народовственной власти Было и в Европе Почему с Россией Получение варварское Всегда все времена Во-первых Мы не говорим ничего Про варварство Вот не надо приписывать Да Мы объясняем Да Специфику и сложности Реформ Петра Что касается В Европе Насилия было достаточно Вопрос Знаете Он такой сложный О системном насилии Да И в России В этом смысле С точки зрения Взаимоотношения Государя и народа Насилия было больше Но Между прочим Очень интересный факт Который Не в книге Янисимова Да Но приводится В других случаях Например Петр Первый Когда стал ездить в Европу Он в том числе И вывез из Европы Отнюдь не лучшее А именно Принцип Показательность казни На площадях Потому что До него Смертная казнь Была Хотя часто Заменялась Просто ссылкой В Сибирь Чтобы было Проще и удобнее Но это Кабарелло Делалось быстро Не создавая ажиотаж Так сказать Ну 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 Нет Как правило Как правило Этого не было Вспомните период Ивана Грозного Мы Нет Вот Иван Грозный Это особый случай Да Мы сейчас не берем Клинический случай Ивана Грозного Но вообще До Петра Как правило Правосудие Оно осуществлялось Если выносила смертная казнь Это не было Вот такой Демонстративным Я не знаю Светским мероприятием Когда сбегал С полгорода Посмотреть И как ни грустно Петр вывез Именно это В том числе И вот эти показательные казни При всем честном народе В огромном количестве Стали Поэтому Как ни печально Вот как раз Не самая приятная Европейская жизнь Он вывез в Россию Ну это да Да вот в 1698 году Когда он срочно вернулся Из Западной Европы Узнав об очередном Стрелецком бунте Подавил его И сам лично Рубил головы И велел боярам Рубить стрелецкие головы А это был Собственно не бунт Ну нет Это был конечно бунт Но не с целью захвата власти Скорее А с целью Такая была форма Пожаловаться на свою На свою тяжелую жизнь Это было в традиции Когда эти так называемые Стрелецкие бунты Это был в некотором смысле Мы же сказали мирный митинг В каком-то смысле Меньшек Между прочим Которого мы привыкли Считать таким С одной стороны Слугой Петра С другой такой Полукомической Вороватой фигурой Очень талантливый человек Тето его ближайший Сподвижник Полководец талантливый И так далее И вор страшный Так он хвастался тем Что он 20 голов Лично отрубил Ну в общем Не лучшим образом Характеризует Я хотела сразу сказать Что наоборот Мы пытаемся показать По возможности Что Дело-то не в воровстве И Россию можно по-разному Абсолютно Но До Петра Большое количество Процессов Довольно серьезных Реформистских Проходили Проблема заключалась В том Что вот та практика Взаимоотношения Царя С разными сословиями Она сложилась Там за последние 150 лет До начала Действия Петра А проблема была в том Что она была Не оформлена Законодательно Вот как бы В европейских ситуациях И потому Петрову было довольно Легко это сломать Хотя довольно печально Потому что Земские соборы Которые существовали А вот Боярская дума Которая все-таки Была такой Совещательный Коллегиальный Орган Были Своего рода Вот такие буферы На пути К абсолютизму Вот такого уже Модерного плана То что Петр Это все разрушил И установил Тиранию В общем Я бы сказала Во многом Не пошло на пользу Стране Поэтому Уже Серьезные историки Давно показали Что Россия 17 века До Петра Вот уже После всех Смутных времен И все прочее Совсем не было Боярской страной Как ее представлял Как раз Сам Петр Это его такая пропаганда Что там было Много очень важных И серьезных процессов Мы говорим Совсем о другом И вовсе не хотим Накрывать ярлыки Вот очень бы хотелось Чтобы вы это поняли Но вообще Когда мы что-то говорим Хорошее или плохое Или о нашей истории Вовсе не обязательно Сразу говорить А там Знаете Почему надо все время Затем Тяжелые комплексы Неполноценности Вот А что там разве И сразу выискивается А у нас Иван Грозный А в это время Варфоломеевская ночь Ну хорошо И то и другое Отвратительно Я бы сказала От этого легче что ли Если у нас во дворе Кого-то ударили Железной палкой по башке То мы будем говорить Знаете А в соседнем дворе Тоже ударили Ну и что Ничего хорошего Что в соседнем дворе ударили Хорошего мало Мы успеем вопрос поставить Так Давайте поставим вопрос А вопрос мы поставим Такой дорогие друзья Петр Первый Благо или зло для России Это как раз Название книжки Книжки Историка Евгения Анисимова Она нам очень подходит Для вопроса Эта книжка Петр Первый Благо или зло для России Если благо То ваш номер 8 800 700 Ровно 93 51 Если нет Зло То ваш номер 8 800 Ровно 700 8 800 700 Ровно 93 52 Итак Думайте Отвечайте на вопрос А мы с вами встретимся После короткого перерыва Си Си Си